Здравствуйте! Представляю вашему вниманию важнейшие темы арктической повестки недели. В проект автобуса для Заполярья будет вложено 490 миллионов рублей. Челябинский завод Урал и Минобронауки намерены инвестировать 490 миллионов рублей в создание производства транспортных средств семейства Арктический автобус. Министерство планирует выделить на реализацию этой инициативы 240 миллионов рублей, автозавод Урал 250 миллионов рублей. Сейчас идет изготовление прототипа машины для высокоширотных регионов России. Росатом и Новотек подписали меморандум о взаимопонимании в сфере декарбонизации. Две корпорации-гиганты, активно работающие в АЗРФ, Росатом и Новотек, договорились о сотрудничестве в деле снижения углеродных выбросов и развития альтернативных источников энергии. Подписанный ими меморандум предусматривает, что стороны будут продвигать ветровую энергетику в Заполярье. Кроме того, компания оценит возможность внедрения разработок Росатова в тех процессах производства СПГ и низкоуглеродных топлив, а также генерации и хранения электроэнергии. Завершено проектирование круглогодичной арктической станции «Снежинка», которая разместится в Демалоненецком автономном округе. Проект передан на рассмотрение Главного управления государственной экспертизы. Заключение ожидается в конце 2022-го, в начале 2023-го годов. Планируется, что уникальная научная станция будет запущена в тестовом режиме в 2024-м году, а эксплуатацию будет сдана в конце 2025-го года. Программа «Единая субсидия» обеспечит городам АЗРФ инвестиции в 75 млрд. рублей. Города арктической зоны будут включены в программу «Единая субсидия», уже работающую на Дальнем Востоке. Суммарный объем инвестиций, которые будут вложены благодаря этой программе в первые 15 социально значимых проектов в Арктике, превысит 75 млрд. рублей. Механизм «Единой субсидии» был запущен в марте 2018-го года. Он предназначен для стимулирования экономического роста посредством финансирования строительства социальной инфраструктуры на льготных условиях. Новое судно для полярных исследователей начнут строить в 2023-м году. До конца 2028-го года российские ученые получат новое научно-исследовательское судно, предназначенное для изучения высоких широт. Судно будет названо в честь Ивана Фролова, известного российского полярного исследователя. Инвестиции в проект составят более 25 млрд. рублей. К работе судостроители приступят в 2023-м году. В качестве возможных исполнителей по контракту рассматривается дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда» либо санкт-петербургские адмиралтейские верфи. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok